Апостол Иаков, 3 глава, 17 стих. Вот же правды в мире сеются у тех, которые хранят мир. Все слова известны. Слово мир на каждом углу. Плоды тоже мы видим. Но как только прочитаешь вот это предложение, если ты разумеешь, ты скажешь, какой глубокий уровень познания был у переводчиков. Что они сумели нам передать другого языка самую основную мысль, что плод, который так необходим для спасения, ибо вера без дела мертва, сеется. Сеется не семя, а сам плод. Вдумайтесь в это. То есть мы только начинаем что-то делать, а у Бога уже вызревший плод. И только там, где хранят мир. Не приобретает мир, не добывает, не покупает, но как данность, уже его надо сохранить только. А где этот мир мы получили? Когда примирились с Господом нашим Иисусом Христом. Когда мы в Него уверовали, приняли Его, стали жить им. Он говорит, мир мой даю вам, не как мир дает. Слава Вышней Богу на земле мир. Еще Христос только родился, уже мир зазвучал. И первые слова воскресшего Христа – мир вам. И вы, входя в дом, говорите, мир дому сему. А этого мира не может быть там, которые мир не хранят. Которые хранят мир. Помните, что мне Бог даровал грешному, преступному примирение с собою. Как к месту прощенное воскресенье. Виновен и невиновен, попытайся наладить контакт. Попытайся проложить хоть маленький мостик. Прощение. Установить мир. Где нет мира, там разруха. Где нет мира, там крепость уже сдана врагу. Если разделился сам по себе город, дом, не устоять ему. Ну, сами друг друга внутри города убивали, как было во время Иудейской войны. Банды рыскали. Человек, если мало-мальски хорошо выглядит, значит у тебя запасные где-то есть продукты. Человека на месте убивали. Город был наполнен трупами. Повторяю, что во время только осады Иерусалима, при восписании ИТТ, погибло в три раза больше, чем блокады Ленинграда. Учитывая, что город-то ведь не так и большой, без сравнения с сегодняшним. Что означает? Потеряли мир с Богом. И Бог наслал войну. И мы сейчас по Писанию увидим, где возможен этот мир. Где широта сердца. Потому что человек, который хочет попасть в Царство Небесное, он приходит не с нуля. У него уже какой-то опыт есть. Ну, не считая ребенка, младенца. Учился. Какой-то навык. Опыт. Общение. Друзья. И оттуда надо это все взять хорошее. Царство Небесное, подобно книжнику, который из сокровищницы берет и старое, и новое. Вот у нас были люди, которые обратились, ходили на занятия, ушли, все поправили абсолютно в один день. Это означает что? Что море не вмещало здесь, а все-таки объем бурдюка одного. Следующее, чтобы ему взять то, старообрядческое или баптистское, ему надо это все выплеснуть. А ты должен все то сохранить, как апостол Павел, как Иаков. Иаков праведный, это один из апостолов, который был убитый, которого Ирод убил. Его иудеи признавали праведным. Он все иудейское сохранил. Это непрерывная молитва, служение Богу, как Анна, дочь Фануилова, как Симеон, как Захария. У него на лбу и на коленях была кожа, как у осла. Вот как говорят историки. Как у Ефрема Сирина. Под глазами были борозды от слез. Вот такие были молитвенники во Израиле. Такие, как пророк Исаия, как Илья. И то доброе, надо было все сохранить. Вот эту ревность по ревности, гонитель Церкви Божией. И он сохранил это, да. А если который в миру был непламенный, то он и придя к Богу такой же будет. На благовестие не дозовешься, на занятиях нет. Какое дело сделать? Ты в десятки раз позвонил среди недели, то узнал, моя машина нужна или нет, моя помощь нужна или нет. Это мир, ты с Богом мир этим поддержишь. Хранить этот мир надо. Если ты не будешь бежать на поприще, ты, ясно, будешь отставать и отставать, значит, совершенно тебя нет. Пророк Исаия, 32 глава 17 стих говорит, и делом правды будет мир. Почему нет мира сейчас нигде? Вот Чечня. Горит и горит, тлеет и тлеет все время. Кавказ. Это только начало. От этой головни будет полыхать и взрывать. Почему? А написано, делами правды будет мир, правды нет. Внутри такое сегодня состояние назревает из-за предательских законов, по жилью, по всему, что есть. Любая пускай власть будет, человек ждет, а может быть что-то поправится. Эта власть не имеет никакой поддержки. За нее никто не будет воевать, как во время революции. В один день царят в пехтуре, никто не заступается, ничего никому нужды нет. Плод правды должен сеяться там, где Господь. И будет мир и плодом правды. Спокойствие и безопасность во веки. Мы нуждаемся в безопасности? Храни с Господом мир. С ближним будь мирен. В семьях нет никакого мира. Подходят люди, спрашивают, почему такое случается. Вот последняя газета, Алтайская правда, это большая газета, и говорит о том, как родственники, внук, сын убивают отца, почти до смерти, режут. Из-за чего? Я думаю, люди-то не понимают, дальше вывод сделать, ты это и посеял, отец. А теперь назад разыграть, ты же не сегодня это видел. Всех детей страх Божий не заложил? Нет. Почему мы не искали дети и детей, никто отца не искал убивать? К матери с почтением относились. И раньше было так. Взрослые, говорит, человек 15 в одном доме живут. В литературе такого нигде нет, нету писателя, чтобы дети убивали родителей. А сегодня это ничего особенного нет. У большего числа сданных в интернате живые дети и живут в достатке. Почему? А плода правды не было при жизни. Поэтому мира никакого нет и война. Так что сидеть, ой, что они делают, и плакать об этих стариках не приходится. Проклят, кто меч Господний не удерживает от крови. Они пожинают плоды свои. Они не хотели детей своих познакомить со Христом. Сами жили без Бога. Ну и получают то, что есть. Пророк Амос 6.12. Какие делают сравнения? Бегают ли кони по скале? Кони-то бегают где? По полям. А по скалам козлы могут ходить. И вот просто задают, бегают ли. Все до одного должны ответить. Нет, не бегают. Конь сразу сорвется. Ну по скалам там засыпить-то нечего. Они гладкие. Там нужно крючки какие-то забивать-то. И дальше. И можно ли распахивать его валами? Быками. Значит на быках пахали. Да нет, а что это за вопрос такой? Не может быть. А вот еще больше есть 10. Больше. А вы между тем суд превращаете в яд. Суд это последняя инстанция, где за что можно закрепиться. Я туда и иду в этот суд, а там яд. Совершенно безумные решения выносят в судах. И прямо открыто сегодня пишут. Любой у нас может арестован быть и приговорен к смертной казни. Любой. А вы между тем суд превращаете в яд. Удержитесь на это скале. Представляете, что она удерживает вас. И ничего нет, все сорвались. Никто не может распахивать там. И что? И плод правды превращаете в горечь. Никакого плода правды сегодня не может быть. Они могут писать, говорить, издавать. А ничего, этому нельзя верить. Потому что там нет Бога. О Христе никакой речи нет. Устраивает конкурсы, олимпиады. Все это пустое, если там нет Бога. В втором послании Коринфянам 9.10. Дающий же семя, сеющему и хлеб в пищу. Кто это? Господь Христос. Подаст силу, посеянному вами, и умножит плод правды во много крат. Вот кто дает семени возрастать на полях миллионам пшенищенкам, конечно, и в нас семени своему даст плод. И ты думай, я в ту веруал, а что во мне за это время изменилось? И вот как на селке пробует Великий пост. Это то уже никуда не деться. Просто оголяет нас, сдирает все с нас. Хочу, не хочу, надо пойти в храм. Завтра мы как раз и увидим, с чем мы пришли. Какой у нас плод правды. И люди, которые к нам будут обращаться, с каким плодом правды они подошли. Идя туда, никого не презирайте. Пойдите со своими порядками. Приготовьте для свидетельства. А главное в кротосе и смирении принять насаждаемое слово. Исайя 61.11 Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посаженное в нем. Это мы все знаем, дачные участки есть. Делай сравнение. Так и Господь, Бог, проявит правду и славу перед всеми народами. Речь, конечно, шла напрямую об Израиле. Но так как мы уверовали во Христа, то обетование данное Израилю относится ко всем верующим. Не те дети Авраама, которые по плоти, которые веру приняли. Павел нам разъясняет. И вот как семя растет на поле, так в нас разности должна правда. И в Арух говорит о раскаянии 3.8. В первую очередь иудеев, когда они были разогналы со своей земли, пошли в плен и говорит так. Их переселение нашим, куда ты нас рассеял, в поношение и в клятву, и в возмездие за все неправды отцов наших, которые отступили от Господа Бога нашего. Вот там они начали полное расследование. Ни один судья не мог добиться правды в Израиле. Один иудеев против иудеев был. Но как оказались в плену, схватились за голову. За что? Ведь вот этого анализа после революции иммиграция так и не сделала. Нигде я не встречал. Да, грешили. В общем, обтекаемым понятием. А за что грешили? Где? Если Господь позволит, завтра я им выкладку дам. Есть такая цифра тысяча. Дальше умножить тысячу раз в миллион, а еще в тысячу миллиард. А спроси, а что дальше? Не все знают, что дальше-то будет. А дальше что? Триллион, а еще выше квадриллион, а еще выше квинтиллион. Так вот полтора квинтиллиона раз псалтырь прочитана была в России. Я в среднем беру, дам подсчет этот. В этой псалтыре столько раз вспоминалось слово, слово Библия, то есть слово Божие. И ни разу никто не остановился. И везде. Только по одной псалтыре я данное такое взял. Только по одной книге, которая всегда считает нас покойник. И только по покойникам. И ни разу не задумывались никто. Все эти сорока усты. Вот где надо расследовать. А закон Божий нарушать будешь непрерывно, пока ты не будешь знать его. Значит, задача только одна. Я остался сегодня. Ничего не буду делать, пока не почитаю. Приду из храма, я еще прочитаю. Не упустил я чего? А правильно ли мне говорили сегодня слово Божие? Тавид, 2,13,5, среди прочих наказов, говорит так. Сыну своему. Накажет нас Господь за неправды наши. И опять помилует. И опять соберет нас из всех народов, где бы ни мы ни были рассеяны. Плод правды нужно произрастить. У нас не пошла ни революция, потому что покаяние. Ни перестройка не пошла, один грабеж получился. И везде одно только реквизируют, грабь награбленное. И к одному вместо одной неправды сотен неправд пришло. И выход один только. Покаяние. А на покаянии пока я примет никаких не вижу. А только хуже и глубже. 2 Маккавейская, 12,4. Когда же они согласились, в одном городе иудеи расположились к языщикам и решили, что они просят. Ладно, давайте у нас праздничный день, на лодках покатаемся, чтобы все видели. А у всех их замысел. Ну, евреи сделали, ну раз мир, мы это сделаем. Пускай плод правды растет. И они наплыли и 200 человек утопили. Ну, а дальше история известна какая была. Иудеи, конечно, отомстили. Если мы желаем плод правды, то должны сами в чем-то уступить и освободить место для истинной Господней. По милости Божьей, мне Господь дал удивительный путь. Родиться в старообрядческой, беспоповской семье священства нет. Была одна только жажда спасения. Научиться молиться за едино умершего. Я больше ничего не хотел. И Господь-то привел куда? К баптистам-пятидесятникам. И я все сохранил с величайшим чувством благодарности, что отобразил книгу. И где бы я ни был, у меня одна мечта появиться еще там раз. И поклониться тому месту, где впервые мне Евангелие дали в руки. Я сегодня не могу без слез вспоминать это. Здесь был у старообрядцев, которые принимают священство. Я услышал там впервые толкования, откровения, апокалипсиса. Мы были здесь, получили, тоже получили что-то. Хотя так сказать, вроде ничего. А истинное понятие о рукоположении, то есть на том месте, где мы ходили в Покровский собор. И мы завтра пойдем на это место с расширенными сердцами. Господи, помоги нам все доброе, что мы здесь имели, что услышали. Если удастся кому-то сказать, то сказать, расширьте сердца свои. Вместите нас, как мы вас вместили. О каком объединении может идти речь, если плода в правде нет? Везде одна клевета, клевета. Ни одно слово правильно этого не говорят, о том, что у нас есть. Исайя 26.3 Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Мы хотим иметь мир, чтобы плод правды сеялся, что хранят мир. Значит, нужно быть твердым духом. Не будет общины. Старички наши перемрут, меня не будет. Но сколько вы слышали. Храните твердым духом, держите это. Никуда не поколебитесь. Обстановка может быстро и внезапно измениться. Ничего этого не будет. А некоторые все еще в субботу никак не хотят прийти сюда. Иоанн 12.25 Ненавидящий душу свою в мире всем, сохранит ее в жизнь вечную. Вот какой твердый духом должен быть. Иоанн 17.6 Я открыл имя твое человеком, что ты дал мне из-за людей от мира, и они сохранили Слово Твое. Чтобы сохранить мир, надо сохранять Слово. Мы пришли из мира все. И нас Бог наградил великим даром, дал нам Слово Свое. И в этом Слове мы увидели себя, отвергли самих себя. Мы молимся через Слово, видим, что благословение от Бога. Что надо намолиться, поститься, без лукавства. Священнику, чтобы никто не подходил, не выпрашивали молока или чего в пост. Никогда же этого не делали, как сегодня. Очень больному разрешают, батюшка, не больше. У него и права-то никакого на это нет. Только растительное масло и вино. Как написано в правилах святого Тимофея. У него прав... нет прав никаких. А то все равно, чтобы мы сейчас пришли брать разрешение, полететь со следующим кораблем в космос. Да у него права такого нет, вас посадить на корабль. А люди этого даже не понимают. И молись за священника, чтобы у него был мир с Богом. Он не нарушил самовласт на его нигде. Иоанн 17,6. Он открыл нам имя свое. И Каписянам 4,3. Стараются сохранить единство Духа в союзе мира. Союз мира у нас заключен с Богом. И с крещением обещали служить доброй совестью. Мы примирились. Примирились друг с другом. Я вхожу в купель, прощая всех. Приступая к причастию, прощая всех. Прощенное воскресенье, прощая всех. И очень важно примириться с самим собой. Я вот не могу то... Примириться с самим собой. Не с таким, как ты есть, а тот, который первый Адам был в раю. И скажи, я против тебя виновен. Вот здесь я себя не угнетал. Если рядом находящиеся со мной могут поститься, почему я не смогу? Ты скажи, все смогу в укрепляющем меня и Иисусе, который даст в конце этого поста увидеть плоды мирной жизни. А не потому, что ты мирен, вокруг тебя спасутся, а потому, что такой человек примирился с Богом, знает Писание и по Нему поступает. Аминь. Аминь.